В январе челнинцы подали на треть больше заявлений на оформление загранпаспортов по сравнению с первым месяцем прошлого года. Причем в 2019-м их было также на треть больше, чем годом ранее. Однако текущий год обещает быть особенно бурным на заграннике. В 10 лет назад ввели заграничные документы нового образца, и теперь пришла пора их менять. Об этом напомнила миграционная служба УВД. Размер госпошлины остается прежним. Что касается обратного потока миграции, в прошлом году в Автоград прибыло на 2000 иностранных граждан больше, чем годом ранее. Однако в 2020-м число гостей из рубежа ощутимо снизится. На этот год правительством РФ на Республику Татарстан выделена квота для оформления временного проживания в количестве всего 500 штук на весь Татарстан. То есть у нас наблюдается тенденция ежегодного снижения данной цифры. То есть если в прошлом году было полторы тысячи, то в этом году в три раза меньше. Приоритет будет отдаваться иностранцам, имеющим нужные для Республики навыки – учителям, врачам и ученым. Среди новшеств для местных жителей, вступившей в силу в феврале регламент получения справки об отсутствии судимости. Заявление на ее получение челнинцы теперь могут подать только в МФЦ или через сайт Босуслуги. У городских и районных отделов МВД эту функцию отняли, оставив только на региональном и федеральном уровнях. Все справки, которые поданы к нам были, они действуют, то есть хранятся у нас в течение трех месяцев с момента подачи заявления. Они у нас и будут три месяца храниться. Весь этот период мы будем оказывать услугу по выдаче этих справок, то есть справки никуда не денутся. После течения трех месяцев, соответственно, все справки невостребованные будут возвращены в МВД.